так и так ну наконец-то вы дождались этот замечательный внедорожник toyota land cruiser prado у нас обновленный новый даже 14 года автомобиль с дизельным двигателем цену сейчас вы видите на экране потому что я точно не запомнил сегодня естественно мы ну не будем серьезные на самом деле бездорожье заезжать на нем никто не ездит визаны по бездорожью так по асфальту прокатимся и может быть чуть пограю и все так не будем машину насиловать потом мы изменим измерим разгон этого автомобиля салон и коротко там о технической части да расскажем ну что начнем значит в принципе prado является и ну одним из самых продаваемых внедорожников россии за 13 год продали почти 15 тысяч автомобилей и более того почти 30 процентов там или 20 чем-то продали в москве и московской области что можно назвать ну прямо это прям столица бездорожья да то есть москва и московская область значит машины основная часть автомобилей используются в тех местах где они даже не используются по полной про то есть не подключаются все ее именно внедорожные способности да цена начинается у нас от миллиона семьдесят девяносто заканчивая почти тремя миллионами там за все 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 за самую максимальную комплектацию ну правда вот все вот говорят и вот сейчас мы вкратце вот рассмотрим как бы конструкцию этого автомобиля достаточно простая она не менялась годами и так скажем формально ну как бы сами визуально попробовал собрать ну вот для того чтобы нам собрать prada самим даже да нам нужно взять в основу раму это мощная лонжеронная рама конструкция который крепится в дальнейшем все элементы с точки для как бы берем за обычно неразрезной мост и впихиваем его там лучше пружинная подвеска назад то есть у нас уже есть два задних колеса потом берем два поперечных рычага к этой раме и ставим переднюю ось то есть у нас два передняя подвеска на двойных поперечных рычагах у нас получилась такая массивная тележка рама такая точно у нас получилась тележка затем ну по правилам современной безопасности к этой раме нам нужно проделать такие легкие брусья деформации чтобы например современные хэтчбеки пятизвездочные даже или еще что-то они при столкновении не было удара несминаемые препятствия потому что если например любой хэтчбек даже пять звезд врежется в не деформированный такой кусок железа там будет плохо для них для тех кто сидит как конечно же в машине но не для тех кто сидит в прадо поэтому поставили прусси деформированная зона то есть при ударе он поглощает часть удара там принципе проблем с этим нету достаточно принципе безопасный автомобиль для тех кто с кем он сталкивается вот так скажем затем нам нужны двигатели на прадо установлены два типа двигателя бензиновый два вида бензиновых 173 лошади такой слабоватенький и v-образная мощная шестерка почти объемом 4 литра 286 лошадей и один дизель 173 вот как у нас сегодня на тесте так у нас значит есть тележка два колеса двигатель затем нам нужно сделать так чтобы это как внедорожник давай чуть пройдем сюда сбоку чтобы это был внедорожник как бы и чтобы у нас был постоянный полный привод желательно постоянный можно сделать задний жестко подключаемый передний но это не то как например в изи селекте да но это не то для все-таки машина стоит дорого почти два три миллиона ну там два до трех миллионов поэтому владельцу хочется постоянно и здесь вне зависимости от открытия чтобы крутились постоянно четыре колеса поэтому мы делаем новую шикарную раздатку с постоянным полным передачей момента на оба колеса то есть у нас есть межосевой дифференциал одновременно крутится и перед и зад задний мост мы вставляем блокировку также вставляем блокировку межосевой то есть в случае чего мы блокируем задок у нас работает как целевая ось а это жестко распределяет момент в принципе по энерго вооруженности ну что только круче в принципе геленваген наверно да у него есть еще центральная передняя блокировка вот поэтому нас есть мотор у нас есть полный привод потом сверху в на 8 креплениях резинометаллических шарнирах мы одеваем кузов и все правда готов все просто и элементарно принципе когда мы одеваем кузов требования по супер жесткости к нему не особо потому что у нас уже есть рама как несущий элемент основной поэтому в принципе получается все интересно данная конструкция вообще в принципе не менялась годами все правда можно было бы сделать одинаковые можно сказать что они одинаковые по конструкции но как говорится вот так она классно да смотрится когда такая грязная тут все это открыто капот вот это вот не менялась но японцы добавили некоторые нововведения потому что они плохо себя вели на дороге высокий центр тяжести рама парусность вот они добавили активные стабилизаторы которые и перед и зад они сделали мощное значит крепление и сзади мощные крепления увеличили штоки амортизатор амортизаторов передних поэтому они как бы сделали и более управляемый то есть лучше повел лучше ли поведение на асфальте стабилизаторы через гидроцилиндры регулируется жесткость стабилизаторов на бездорожье на таких как бы с перепадами колес осей они расслабляются делается более мягкими когда мы едем по дороге стабили цилиндр накачивают они сжимают стабилизаторы и машина становится как-то более устойчивой на дороге да поэтому как бы здесь в отличие от предыдущих добавили немножко устойчивость на дороге да то есть сделали такой небольшой надо большую доработку в этой стороны в эту сторону сделали активный круиз-контроль внедорожный то есть вы нажимаете сами кнопочку машины и зависимости от подкрытия подтормаживая нужное колесо но это в основном для твердых покрытий у нас нужно всегда ездить с отключенной системой стабилизации чтоб все четыре колеса рыли снег летел грязь летела за счет движка машина бы выезжала естественно оснастили трансмиссию мощным понижающим рядом вот в принципе конструкция простая как молоток который не менялась но сделали вот такую небольшую доработку с точки зрения управляемости автомобиля да поэтому вот люди любят в покупает когда они знают во что вкладывают в деньги да не ново не новомонные там полноразмерные кроссовер они так думают да что старая проверенная конструкция дизеля такие тоже проверенные бензин автомат классический не робот естественно не вариатор поэтому вот как вот есть такое доверие к этой конструкции что она всегда дорабатывалась но и кардинально не изменялась и поэтому можно сказать там вот мне кажется один из залогов успеха этого автомобиля так принципе мы это сказали 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 ну да давайте пойдем посмотрим салон так значит сейчас я вот мы садимся в салон в принципе устраиваемся достаточно так удобненько электрорегулировки ну давайте попробуем зависеть будет шумновато автоматически у нас возвращаются старые настройки рычаг под рукой то здесь уже нельзя сказать что он такой у теле тут здесь все сделано того чтобы вы сели удобно и высоко вот сейчас у меня посидение в самом низком положении как обычно сидят владельца правда машинах они до упора поднимают сидение вот так вот вот так вот да чтобы лучше видеть со стороны всех кто там проезжает и значит вот и вот такая командирская посадка то есть как ландровер как внедорожниках оконная рамка у нас достаточно низко ему так едем и смотрим как по бездорожью как бы как хорошая как бы обзор здесь но я так не люблю ездить потому что все таки вот потом я спущу сиденья подгоню под себя и поедем в обычном режиме ну что в принципе у настройки все удобные панель обзор достаточно хороший как бы внешне панель мне нравится как смотрится все достаточно приятно но по старинке так old school тоже до среди внедорожников да поэтому значит давайте попробую сесть сам за собой назад итак ну сажусь назад и сразу видно что крыша у машина очень большая высокая то есть даже я вот сидя кстати очень назад удобно назад так опираться так полулежачая посадка удивлены от правда такого не ожидал хотя это регулируемая спинка так можно сесть слушаю удобно сзади сидеть я не знал что так здесь будет немножко спинка назад как бы вот так отклонена и так можно как даже машину с водителем использовать не ожидал все есть за собой сижу предпримерно предельно машина сиденье назад отодвинуто место есть подлокотник дефлектора задние то есть здесь прекрасно видно так ну все давайте теперь смотреть багажник так значит открыл багажник багажник любит это любители очень бездорожье вот они будут в лес выезжают там на шашлыки на пьянки различные устраивают ужасные вот и для них очень важно чтобы был большой багажник чтобы туда можно было положить там как загнать собаку какую-нибудь там да какой там всякий мангал там лопата и поэтому правда здесь конечно вот это классическая кстати открывая дверца со стабилизатором да то есть двери вот у нас тут полка но огромный багажник он реально большой да то есть у нас есть и здесь и полочка которая фиксируется вот в этом положении сиденье мы можем сложить у нас получится абсолютно ровный пол здесь уже предусмотрен такой резиновый коврик чтобы можно было закидывать туда грязные какие-то вещи там лопату или там трос чтобы не пачкать и запаска у нас устала расположена снизу да чтобы как кстати раньше по моему были что она на заднем сидении на задней двери располагались в принципе багажник здесь вообще вопросов не возникает огромный багажник здесь есть ящички здесь есть ящички нет наверное столик нельзя назвать за столиком сюда можно наверно набор инструментов какой-то положить первоначальный до такой запас ну все то есть давайте багажником здесь конечно же проблем нет еще бы как-то электронную крышку закрывания чтобы это функция была или она просто от ветра закрылась а понял и так же у нас стекло отдельно открывается чтобы загрузить какие-нибудь сумки отдельно в машину поэтому здесь автозакрытие багажника не предусмотрено так ну давайте крупным планом посмотрим салон заведем мотор или сдвиг американцы говорят мотор в европе двигатель чувствуем тебя прогрев шумновато шумновато значит садимся что у нас вообще здесь в салоне здесь все помпутно не кожа здесь такой ну такой достаточно пластик вставки под дерево ну такой вот здесь дешевый пластика здесь мягкий вставки под дерево здесь также все по-простому без каких-либо лишних наворотов понтов основные элементы управления значит вынесены не вы не вынесены на роль то есть мы здесь можем регулировать громкость меню борт меню то есть скорость расход все здесь на руле здесь 4 стеклоподъемника но это как у всех иномары блокировка блокировка зеркала и блокировка двери основное как бы у нас управление здесь расположено здесь дополнительно установлены дефлекторы магнитово-сенсорная то есть мы можем и так и вручную все но это не самое главное медиа то есть здесь мы можем выбирать flash карте у нас машине происходит расход вот аварийка климат-контроль тоже или достаточно элементарен двойной климат-контроль все в принципе регулятор вентилятора и потоки можем управлять в разные стороны основной конечно у нас здесь у нас здесь имитация как мы здесь управляем внедорожными системами то есть здесь у нас блокировка межосевого дифференциала блокировка заднего дифференциала вот далее значит есть также как так называемый активный круиз такой внедорожный под ну внедорожные примочки то есть мы делаем авто переводим автомобиля как бы пониженную передачу ставим D и уже здесь мы можем появляется здесь мы уже можем видеть у нас такие появляются правда у нас углы то есть у нас такой включается серьезный внедорожный режим то есть мы уже 4 пониженная вот теперь переводим сюда можем включить кроу-контроль то есть это а такой легкий как говорится круиз-контроль которых без нас и двигает автомобиль по бездорожью да то есть можем передвигаться вот видите здесь она включена система стабилизации у нас мигает в этой ручкой мы можем регулировать скорость вот мы двигаем и здесь покажи квадратики ведь то есть какой скорость можем отпустить и машина пойдет двигаться так по бездорожью без нас то есть мы отпускаем педаль она сама будет двигаться это что касается кроу-контроля то есть контроля внедорожного круиз-контроля то есть потом здесь на переводим нейтралку выключаем все мы выключаем также можно выбирать здесь зависимости от как бы от покрытия то есть опять же включаем включаем понижайку можно можно выбрать значит мультерен сейс то есть в зависимости от значит покрытия кочки камни грязь камни вот кочки тонн гря почему граи почему грая грая что неправильно писали грязь и песок то здесь у нас как бы влияет на работу системы стабилизации анти пробуксовки то есть надо например на граве машина меньше дает пробуксовки она едет как бы зацепом там в грязи больше чуть-чуть допускается как бы пробуксовка это тоже в принципе все она система стабилизация название на самом деле ну громкие на самом деле там на разные системы работы стабилизации как внедорожный такой внедорожный ауру давайте выключим пониженную передачу но у нас в принципе к этим всем системам прибегать не особо то есть сейчас например я поеду по бездорожью я просто отключу систему стабилизации и надо проеду везде вот вы увидите а вот это вот подъем с подтормаживанием колес нужно на в америке вот да на камнях на сухих у нас в горах где-то подниматься у нас это не актуально у нас жижа грязь поэтому все-таки у нас отключить максимально стиму стабилизации дать волю мотору и просто вот держать руль крепче и ехать просто вот покорять бездорожье вот именно так а вот эти системы ну мне кажется я вот ими даже не пользовался это так скорее всего не для нашего климата и длина не для нашего типа поверхности но это мое мнение конечно же супер внедорожные профессионалы с большим опытом могут меня осудить но почему бы я высказал свое мнение так у нас будет на бортовой панели значит максимальная скорость чтобы видно было полностью и средний расход вот я сейчас его обнулю а вот вот обнулил сейчас и переводим обратно скорости начинаем движение переводим в д снимаешь крючка и потихонечку выезжаем надавливаем на педаль газа потихонечку дизель слышно в салоне да нельзя назвать его тихим то есть слышно вибрация но и брат то есть звуки вибрации принципе нет на рулевом на рулевом колесе отображаются есть такие легкие вибрации а дизель у нас уже прогрет вот и потихонечку начинаем выезжать ну что могу сказать я сейчас на данный момент сиденье опустил самое нижнее положение и уже можно назвать в принципе посадкой как бы не такой командирской как любят сидеть на этих правда основные владельцы то есть они задираются максимально наверх для улучшения обзорности но здесь с этим проблем нету здесь просто огромные зеркала и вообще то есть огромное зеркало заднего вида проблем нету я не знаю это наверное самые большие зеркала заднего вида которые когда-либо видел вообще от машины они реально очень огромные но что могу сказать капот видно потому что у нас вот эти вот по штамповки грани габариты мы чувствуем без всяких парктроников крайней точке это очень такая приятная удобная функция то есть нет таких мертвых зон капота которые мы могли бы в габаритах не заметить ну что могу сказать рама не торопливо машина разгоняется вибрация конечно чувствуется если например сравнить с там с каенами с ик 6 дизельными здесь вибрации больше такой вот то есть вибрации есть и шум то есть шум тоже передается по сравнению с теми же там дизельными кроссоверами ну кроссоверами здесь в принципе это полноценный внедорожник вот у нас у нас камера заднего вида включена а это перед на статья одна из самых максимальных комплектаций но место полно в машине и высокий потолок и я вообще как-то не ограничиваю себя как-то вот сижу огромный толстый руль регулировку можно вот под себя в любое как бы положение и попробуем в потоке нельзя назвать что мы прям короли ускорений автомат пытается переключить как можно раньше на следующую передачу но по высоте конечно машина очень высокая правда именно хорош тем что у вас очень высокая посадка даже я еще раз повторюсь и сижу снизу но в самом нижнем положении но я просто перед остальными участниками движения как будто сижу на троне камера заднего вида кстати здесь встроена в передний бампер и она как бы про такая лупоглазая отображает полностью обстановку на дороге здесь мы видим бампера колеса везде но это больше мне кажется все таки функция для бездорожья чтобы видеть что у нас творится снизу очень тугая педаль газа то есть мы так ее на можно интересный режим выключить здесь то что он а нет в принципе автоматически не работает кажется что мотор слишком так по ощущениям мотор сильно напрягается чтобы передвигать автомобиль то есть вот пошел сильное напряжение как будто сказывается на моторе но чувствуется что естественно с постоянный полный привод то есть на данный момент даже на асфальте в этот момент у нас крутится все четыре колеса естественно ни одна из блокировок не включена то есть такой легкий городской режим в городе мы не превышаем сильно скорость вот 70 км в час пока дорога ровная все хорошо машина идеально едет не шумит но сейчас у нас начнется такой сложноватый отрезок трассы то есть под мостом выездли тойота этом на тойотах на всех но я там везде проезжаю сейчас посмотрим как именно рама отыграет это покрытие то есть вот эту вот дорогу так как в принципе она должна служить неким демпфером между подвеской и кузовом поэтому мы едем на 60 ну да то есть крупные реально крупные неровности мы не замечаем то есть у нас такая здесь суровая дорога они мы чувствуем по кузову но нельзя сказать что для конструкции автомобиля они как-то критично машины есть как в родном доме то есть там мы чувствуем вибрацию но для агрегатов ничего страшного нет даже намека ни на какой на пробитие подвески да в этой ситуации но хотелось бы конечно чтобы автомат был немножко пошустрее я не знаю здесь почему такая тугая подрогаза то есть не сказать чтоб динамика не хватает но ощущение какое-то такое создается и к сожалению на данный момент все-таки установлен у нас шипованная резина поэтому шумов на высоких скоростях будет больше чем обычно если машина например была на летней резине на самом деле скорее всего прада это такой автомобиль который создан для асфальта да здесь он не может реализовать все свое преимущество да поэтому если вы сядете например данный автомобиль после любого автомобиля с несущим кузову ну то есть советского а там например от 600 тысяч начиная неважно это будет то вам покажется таким грузным фалки неважно там чтобы там не делали романа всегда остается рамой у нас вам покажется что немножко не четкий руль вот видите ходы машина едет по прямой а руль я кардинально смещаю то есть здесь есть такая такой демпфер между вами управлением ну для спокойной езды конечно машина настроена ну тормоза кстати неплохие очень сразу я нашел понимание с педалью газа ось тормоза в отличие от педали газа но вообще не хочется ускоряться на этом автомобиле хочется ехать спокойно непринужденно мы сейчас наберем 100 километров в час вот сто это сигнал то что мы сто набрали прайс ложеку в принципе машины нельзя сказать что и кидает из стороны сторону на неровностях она вместе с рамой вся конструкция так покрачивается вот и чувствуем благодаря раме мелкие неровности что например другая по многому рычажка я в принципе не обращал на них внимания но это вся конструкция вот ну что давайте хочу быстро уходить в поворот на этом автомобиле ну крены есть да то есть 44 километра в час крен достаточно такой ощутимый даже страшно как-то прибавить газ но машина не для этого да поэтому давайте попробуем лучше выехать на такую неровную дорогу то есть для этого стихию этого автомобиля там где тормозят все кроссоверы правда здесь может себя чувствовать просто героем это наша классическая русская свалка я здесь был не раз убитая дорога асфальт здесь просто огрызками так вырезан выжран как будто кем-то вот вот здесь правда чувствуешь себя намного лучше здесь уже чувствуете себя в таком королем ситуации вы смотрите сверху на все эти неровности то есть грязь вам все по барабану то есть чувствуете уже здесь надежность конструкции данный момент вы уже начинаете даже и оценить что хорошо что они на каком-то кроссовере там да или еще на чем-то здесь в принципе уже как-то забываешь о том что машина заставляет некий дискомфорт на асфальте уже начинает сценить все эти вот но нету здесь для этого автомобиля там такого как какого-нибудь там ну шикарно да уже как-то такой и пачкать тоже машину не хочется сильно пошла так сейчас это блин вообще какой-то просто я не знаю нереальная машина я бы хотел обратить внимание на одну особенность то что иногда не понимает инженера тойота вот сейчас мы пытаемся тронуться обратите внимание я потом закрою окно с включенной системой стабилизации который потормаживает колесо при парабоксовке посмотрите сейчас мы попробуем выключить что в наших условиях можно вы по такой грязи и снегу можно спокойно ездить даже с выключенной системой стабилизации она она даже будет актуальна она будет не давать зарыться и ходом можно будет преодолевать более серьезные препятствия то есть например вот эту лужу я сейчас проеду с выключенной системой стабилизации и машина пойдет намного лучше в предыдущем кадре вы видели что я ехал с включенной системой и я там чуть немножко стал потом был кадр когда я включил и она поехала поэтому иногда в россии очень актуально включать систему выключать и просто как бы рыть всеми четырьмя колесами вот как бы вот что-то вот в этом роде я хотел сказать так ну в общем стекло в земле не будем по другому называть никак нам любая колея нипочем машина просто роль всеми четырьмя колесами но по бездорожью он но это такой же в принципе уазик да такой же но нет шумов нет вае трансмиссии машина но просто шикарно да ну но не знаю слов других нет она там и комфорт уже ощущается уже пушку на другом на любом другом автомобиле здесь как бы было сложновато вот зачем эти шоссе крутые повороты можно заехать вот так вот в такую какую такую жопу и и просто душой как-то вот отдохнуть вот вы едете во вторник например в офис и плохое настроение там да все плохо заехали в такую вот грязь сложную ситуацию покатались и как-то вот легче становится у меня сейчас даже как-то настроение поднялось прям правда новый как там вдохновляет вдохновляет так вот дворники работают кстати идеально ну мне нравится вот вот здесь мне машина нравится здесь она шикарная здесь она шикарно конечно вообще здесь претензий к этому автомобилю нет вот вот так вот выезжаете потом весь все грязные и дальше по своим делам пусть никого не смущает то что у вас машина вся в грязи все остальное ну понятно на правда вы отдыхали понимаете в грязи на правда вы отдыхаете это на десятке если быть в грязи значит у вас была проблема экстремальная ситуация а правда в грязи ну вот с точки зрения разгона вот ну вот сто а больше мы не превышаем зачем я же уже превысили но это допустимо вот ну что могу сказать ну даже по сравнению с уазик он неплох то есть до такого равного внедорожника я уже говорил про суть подвески что они пытались изменить я считаю что поведение не критичное для этого автомобиля да то есть надо отметить что сейчас даже в этом бездорожье мы ехали без блокировок вообще в обычной системе то есть в обычной системе я говорю в самом слабом режиме как говорится так и ну ладно хорошо хотя бы достану и разгон померим но там мне кажется не будет рекордных показателей ну давайте все равно мне кажется надо надо все я к сожалению даже боюсь представить какое время будет разгон до 100 потому что на такую массу дизелек 170 сильный просто ради интереса какую же он покажет ну вот он не поедем нафиг не хочу машину населовать и пошла пошла а 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 и так а а каким можно сделать выводы безусловно машина очень хороша на бездорожье это прекрасно видели ну конструкция неизменяемая там как я уже говорил об этом как бы ну это залог того что она будет неудивительно но конечно без на асфальте вот если вы ездите по городу я не вижу смысла покупать эту машину на каждый день если вы не собираетесь выезжать как минимум два раза в неделю там по делам в грязь вот и я думаю что в россии вообще правда никто не покупает ради того чтобы ездить по грязи у нас там покупают уазики не вы чтобы унижал куда то есть иногда моральная проходимость так называемая ограничивают передвижение там вы не можете снег там в буераке потому что там помпера все стоит дорога машина хочу сказать что машина дорогая достаточно да в максималке почти три миллиона но и когда ты едешь на трех миллионах и те как то страшновато там в лужу там неизведанную да куда то там машину там утопить там ее насиловать поэтому я не знаю если мне кажется вы не собираетесь выезжать на бездорожье так часто просто нужно чтобы было можно купить хайландер там и стоит что там еще есть хайландер как вариант да он будет лучше по городу и зимой не будет беспомощен а те люди которые покупают прада ну их можно понять это старая школа которые перебиваются только по городу вообще по статистике 90 процентов вообще не выезжает на бездорожье не использует того потенциала что в нем заложено вообще это равно что там ходить в тренажерку накачать рельеф там супер-пупер и никогда его не применить ни в одной там бояться драк бояться выяснения отношений да зачем вот надо люди ходят в тренажерку делать все рельефы просто для красоты чтобы было чтобы какой-то был внешний и какой-то моральный запас какой-то ну такой который немножко вам как-то грел душу да поэтому правда безусловно хороший автомобиль но нужно несколько раз подумать да нужен нужна ли вам эта система эти более чем достаточно по нашему российскому бездорожью просто постоянный полный привод и все в общем все это был такой кстати забыл сказать что еще и пневмобаллоны ставили пневмоподвеску на правда сзади пусть я сказал там пружинный мост ставили счет пневмоподвеску максимальных комплектациях все спасибо это был тест-драйв то это ландкрузер правда процент ставьте лайки подписывайтесь дальше будет еще интересней пока